Волки покорили Ставрополь. Накануне в дилерском центре Volkswagen произошло событие, которого российские автолюбители еще не видели. Колонна пикапов «Амарок», стартовавшая в Калининграде, преодолев 5000 километров, въехала в краевой центр. Подробности в сюжете. Такого глобального автопробега в России еще не было. Стартовав в самой западной точке страны, Калининграде, 5 пикапов «Амарок» марки Volkswagen намерены преодолеть 20 тысяч километров и финишировать во Владивостоке. Путь следования по 24 городам, где расположены дилерские центры Volkswagen. И на каждой остановке организаторы, воссоздав природные препятствия, устраивают для всех желающих экстремальный тест-драйв. За рулем опытный инструктор, однако и на пассажирском сидении впечатлений хватает. Участников ждут 4 препятствия, 4 упражнения. Это качели, где демонстрируется плавность работы подвески и удобство управления автомобилем. Траверс, движение с поперечным уклоном, где демонстрируется устойчивость автомобиля. Диагональное вывешивание, на котором у автиля два колеса красы в воздухе, но он продолжает движение благодаря блокировкам дифференциалов. И самое эффектное, самое красочное упражнение – горки. Тут «Амарок» во всей красе продемонстрировал свои динамические возможности. Пикап без труда поднялся вверх на первой скорости, причем на холостом ходу. У нас много охотников и рыболовов в Старопольском крае, которые ездят по безграничным нашим степям, где можно попасть в солончак, в барханы, даже в песчаные дюны. И данный автомобиль, он просто выручит вас в любой ситуации. Не надо будет где-то идти за помощью, он сам выйдет из любой ситуации. Кстати, в переводе с индейского «Амарок» значит «волк». И этот мощный автомобиль с мягкой поступью в очередной раз оправдал свое название. Кроме отличной проходимости, дизельный пикап отличается еще и экономичностью. При объеме двигателя 2 литра расход топлива в среднем 7,6, а на особо сложных участках менее 9 литров. Завоевав сердца ставропольских экстремалов, команда отправилась дальше, ведь впереди 15 тысяч километров трудных и, казалось бы, непроходимых трасс. Ведь освещенные улицы и ровные дороги не в духе большого путешествия «Амарок». К другим новостям. Накануне в торгово-промышленной палате Ставропольского края прошла встреча заместителя председателя Госдумы России Надежды Герасимовой с местными бизнесменами. На встрече вице-спикер объявила участникам о своей миссии – выслушать предложение об изменении законодательных актов, которые улучшат качество жизни людей не только в нашем крае, но и в стране в целом. Цель моей поездки этой недельной – это поручение Владимира Владимировича Путина по подготовке нашей предвыборной в будущем кампании по выборам в Думу 6-го Созуева и по выборам президента для того, чтобы подготовить программу, народную программу. Задумывайтесь об отпуске? Спланировать отдых вам поможет туристическое агентство «Стрижамент». Тем более сейчас в «Стрижаменте» неделя заманчивых предложений. Недельный отдых на Черноморском побережной турбазе «Волна» в поселке Огой обойдется вам всего в 3900 рублей. Спешите, количество предложений ограничено. Кроме того, в «Стрижаменте» вы обнаружите большой выбор вариантов размещения на море – гостиницы, базы отдыха, пансионаты и санатории. Бескрайний набор экскурсий по России – Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо, речные круизы, детский отдых, лечебно-оздоровительные путевки по ценам санаториев. Пассажирские перевозки на море в Москву и Санкт-Петербург. Звоните прямо сейчас по телефону в Ставрополе – 373-220 и 373-142. Туристическое агентство «Стрижамент». И переходим к курсу валют. Евро сегодня покупали за 39 рублей 76 копеек, продавали на 24 копейки дороже. Покупка доллара составила 27,99, курс продажи – 28,15. Что касается официального курса на завтра, американская валюта потяжелела на 7 копеек, итого 28,13. Евро стало легче на 8 копеек, за единую европейскую завтра будут просить 39,79.